Здравствуйте, друзья мои! Как и многие мои ровесники, которые пришли в Церковь в 90-е годы, я свой путь начинал с того, что прислуживал в алтаре. И одно из моих послушаний называлось «жезлоносец» или «стоять на жезле». То есть я был и подиаконом нашего епископа, и поскольку я был маленького роста, худенький, щупленький и совершенно незаметный, мне поставили носить жезл епископу, тем более, что я был как раз ростом именно с этот жезлом. Почему-то вот в 14 лет я такой был коротенький. Вы наверняка видели, что епископы, архиепископы, митрополиты, патриархи, они всегда на богослужении присутствуют с таким посохом, очень интересным. Он выполнен в виде двух змей, которые смотрят друг на друга. Этот посох обычно украшается такой тканью, которая называется сулок. И епископ всегда заходит в церковь с этим жезлом, и он приставляется при царских вратах. И в монастырях, например, или кафедральных соборах всегда возле царских врат стоит этот жезл, епископский жезл, епископский посох. Как только епископ заходит в церковь, так положено по уставу, на вечерней службе или перед литургией, он одевается в мантию епископскую, и ему в руку дается жезл. Вот два таких атрибута, которые связаны с епископским служением. Длинная мантия, неудобная, с такими прямоугольниками у плечей, у горла епископа и у ног. Она обычно бывает лилового цвета или зеленого, или голубого, разные бывают оттенки. И жезл в руках, именно так епископ заходит в храм Божий. Мое послушание было как раз выдавать епископу жезл и держать его, когда епископ молился, или была в этом необходимость. Но тогда я заметил, что епископ, заходя в царские врата, жезл всегда ставит у царских врат. Он никогда в царские врата не заходит с этим посохом. Почему? А в чем дело? Потом я узнал, что когда епископа рукополагают, когда он возводится в это высочайшее достоинство церковного служения, это высшая степень церковного служения, служения епископа, он после хератонии, уже после литургии, получает жезл из рук патриарха. И читается определенное наставление, выдается жезл. И это очень интересно, это очень торжественно. Ведь епископ, само слово, оно пришло к нам из греческого языка, оно означает «блюститель», «наблюдатель», то есть человек, который блюдет стадо овец христовых. И первоначально у этого слова было значение «распределитель хлеба». Вот был такой чин в греческих колониях, в Древней Греции, еще задолго, за столетие Дрожитета Христова, человека, который распределял хлеб. Занимался именно не снабжением, а распределением хлеба. И в этом есть определенный символизм, потому что действительно епископ, его самое главное служение — это евхаристия. Он упорядочивает евхаристическую жизнь церкви. Это очень важно. Это очень важно. Он поставляет священников, он руководит этой церковной жизнью. И все-таки вот эти атрибуты епископского служения, которые мы видим, мантия, жезл, митра, сакас, то есть такая расшитая рубашка огромная, амафор, апанагия — это все те моменты, которые отличают епископа, что ли, выделяют его как знаки среди других священнослужителей. Но оказывается, если мы откроем, например, новую скрижаль, у этих всех предметов есть свой евангельский церковный символизм. Например, змеи на жезле, они обозначают как раз змей, о которых поминает Христос, говорит о том, что «будьте мудры, как змеи, просты, как голуби». Мантия определенного цвета, лилового цвета, то есть цвет страстей, она напоминает ту одежду, в которой был облачен Христос, когда над ним издевались римские воины. А сама митра, которую носит епископ, она символизирует терновый венец спасителя. А мафор — символ заблудшей овцы, которую пастырь оставил в 99 овечек, пошел и разыскал, и положил себе на плечи. И сакас тоже обозначает определенные отсылки к тому гематию, к той одежде, которая была на Христе, когда он проповедовал, и потом получил свои страдания и страсти. И, казалось бы, это все очень красиво ложится, но мы смотрим на эти облачения и задаем себе вопрос, а когда же это все появилось, и почему, если жазл такой святой, его не заносят в алтарь? И есть исследования, касающиеся истории литургических облачений, которые говорят о том, что не все так однозначно. Не все так однозначно, потому что те люди, которые занимаются, например, изучением культуры в современной Великобритании, знают, что там есть такое понятие, как «духовные лорды». То есть в Великобритании, которая до сих пор сохранила очень четкое деление общества до сих пор на элиту и подлые сословия, если угодно, где есть лорды, а есть все остальные, там епископ — это человек, который входит в состав немногочисленного числа высшей аристократии. Это духовные лорды. И оказывается, жезл и мантия, которые носит наш современный епископ, выдавались в древности не патриархам, не соборам епископов, а выдавались императорам. Это были знаки вассальной зависимости епископа именно от императора. То есть тем самым император делал епископа чиновником. Наверняка кто-то из вас смотрел английские фильмы и видел, что в суде до сих пор заседают судьи в париках и в определенных мантиях или в таких специальных шапочках. Вот вручение в Византии жезла и мантии было вручением своего рода парика и шапочки, если хотите. Кроме того, митра есть часть облачения византийского императора. То есть это совершенно светская вещь, как и сакос. Единственное, что у епископа является принадлежностью древнего облачения епископского, это именно амафор. Именно амафор. А поручи, мантия, жезл и так далее. Именно поэтому епископ, до сих пор сейчас заходя в храм, он светское свое облачение оставляет вне царских врат. И жезл со змейками обозначает вовсе не евангельскую мудрость. Это символы того самого двуглавого орла византийского, который есть на орлице, например, у епископа и так далее. То есть это следы сословного общества, в котором были духовные лорды, владыки. И до сих пор это обращение к епископу владыка является ничем иным, как в английском языке «сер». То есть так обращается только к аристократу, человеку, которого имеется дворянский титул. Почему я эти вещи сейчас обозначаю? Во-первых, дело в том, что мы должны честно говорить о происхождении тех вещей, реалий, которые у нас в церкви существуют. Если сословного общества больше не существует, если нет уже давно, с 1453 года, Византийской империи, может быть, если даже и не стоит отказаться от регалий совершенно светских византийского двора, то, может быть, стоит переосмыслить все эти символы, может быть, стоит даже отказаться от слова «владыка», потому что оно является светским, совершенно светским, и никакого отношения к церковной жизни не имеет, потому что мы здесь все братья и сестры. У епископа высочайшее служение, но оно не дворянское. Эти вещи нужно хорошенько осознавать именно тогда, когда нашу церковь настигает опасность превращения в часть государственной машины. Мне кажется, нельзя сейчас допустить ни в коем случае, чтобы мы опять снова стали частью этой машины. Да, государство уже другое, но тогда, в век Константина, удалось встроить церковную структуру в структуру государства, в структуру феодального общества. Ничем хорошим это не закончилось, ни к чему хорошему это не привело. У церкви свой интерес — это проповедь Евангелия, это благовестие Христовой истины. И в церкви нет ни рабов, ни господ. Здесь все братья и сестры во Христе.